Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для библейского портала экзегет.ру мы продолжаем читать и комментировать одну из интереснейших книг Ветхого Завета, книгу Иисуса Новина. На очереди у нас четвертая глава этой книги. В четвертой главе повествуется о том, что произошло с Иисусом и с народом после перехода реки Иордан. Чудесного перехода, о котором описывалось в предыдущей третьей главе. Итак, когда весь народ перешел через Иордан, Господь сказал Иисусу, «Возьмите себе из народа двенадцать человек по одному человеку из колена и дайте им повеление и скажите, возьмите себе отсюда, из середины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, двенадцать камней, и перенесите их с собою и положите их на ночлеге, где будете ночевать в эту ночь». Иисус призвал двенадцать человек, которых назначил из сынов Израилевых, по одному человеку из колена, и сказал им Иисус, «Пойдите пред ковчегом Господа Бога вашего в средину Иордана, и возьмите оттуда и положите на плечо свое каждый по одному камню, по числу колен сынов Израилевых, чтобы они были у вас лежащими всегда знамением. Когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут, к чему у нас эти камни, вы скажите им, в память того, что вода Иордана разделилась пред ковчегом Завета Господа. Когда он переходил через Иордан, тогда вода Иордана разделилась. Таким образом, камни сии будут для сынов Израилевых памятником навек». Великий дореволюционный исследователь Палестины профессор Алисницкий в своем фундаментальном исследовании «Мегалитические памятники Святой Земли» упоминает о некоем древнем, в его времена уже разрушенном храме на берегу Иордана, на западном берегу этой реки, о храме, в апсиде которого были уложены эти самые 12 камней по числу колен Израилевых, были уложены кругом. Неслучайно место тоже называется «Галгал», то есть там тоже был какой-то культовый религиозный центр в древнем Израиле, который впоследствии во времена великих пророков стал таким центром идолопоклонства, то есть вместо мемориального сооружения это превратилось в культовый идолопоклоннический центр. Ну а потом, в раннесредневековый период, о котором пишет профессор Лесницкий, эти камни были уложены полукружием в апсиде ранневизантийской церкви того периода, 4-й, 5-й, 6-й века. В 7-м веке эти камни вместе с храмом еще были, но потом персидское, мусульманское, арабское впоследствии завоевание. И от этого храма, от этих камней ничего не осталось, остались лишь исторические свидетельства, что такой храм существовал, его в апсиде были как раз эти самые 12 камней. Всем вам, дорогие друзья, я рекомендую очень прочитать эту книгу «Мегалитические памятники Святой Земли», где собраны археологические многие свидетельства, подтверждающие достоверность библейских событий, описанных и в книге Иисуса Новина, и в других книгах Священного Писания Ветхого Завета. «И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус. Взяли двенадцать камней из Иордана, как говорил Господь Иисусу, по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их с собой на ночлег, и положили их там. И двенадцать камней поставил Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги священников, нехших ковчег Завета». Одни двенадцать камней остались в Иордане, вернее, туда были положены, там, где стояли ноги священников. Другие двенадцать камней были вынесены и сложены на берегу Иордана. «Они там и до сего дня», сказано в девятом стихе. «До сего дня», то есть до того дня, когда была написана книга Иисуса Новина. Написана, а впоследствии, быть может, претерпела какую-то редакцию эта книга. И вот рука самого священного писателя или рука позднейшего редактора делают такую вот вставку в текст. «Они там и до сего дня». Мы такую вставку часто встречаем и в Пятикнижии Моисеевом, и в исторических книгах Ветхого Завета, которые в иудейской традиции являются книгами ранних пророков. Первая книга ранних пророков – это книга Иисуса Новина. «До сего дня». Но это «до сего дня» не относится к нам, дорогие слушатели и зрители, оно относится к времени составления книги Иисуса Новина. «Священники, несшие ковчег, стояли среди Иордана, доколе не окончено было все, что Господь повелел Иисусу сказать народу, так, как завещал Моисей Иисусу. А народ, между тем, поспешно переходил. Когда весь народ перешел Иордан, тогда перешел и ковчег Завета Господня, и священники перед народом, и сыны Рувима, и сыны Гада, и половина колен Иманосиина перешли вооруженные впереди сынов Израилевых, как говорил им Моисей». Им очень понравились эти луга Моавицкие на восточном берегу реки Иордана. И они, как мы знаем, получили себе в удел именно эти территории и не наследовали по жребию землю в Святой Земле. Но они были обязаны вести войны вместе со всеми коленами и воевать под предводительством своего вождя Иисуса Новина, завоевывая Святую Землю, очищая ее от нечестивых хананеев. И они должны были идти впереди израильских полчищ. Около сорока тысяч вооруженных на брань перешло пред Господом на равнины Иерихонские, чтобы сразиться. В тот день, читаем мы в 14 стихе, прославил Господь Иисуса пред отчами всего Израиля и стали бояться его, как боялись Моисея во все дни жизни его. Вот здесь слово бояться требует истолкования. Быть может, более подходящим переводом было бы уважать его, оказывать ему респект, как мы говорим, или слушаться его, проявлять послушание по отношению к нему. Он военачальник, он вождь, он преемник Моисея. И поэтому автор здесь говорит, что боялись не меньше, чем Моисея, потому что вся та благодать и вся та слава и сила, которую Господь наделял Моисея, она как бы перешла на Иисуса Новина, как впоследствии мы помним в 3-4 книге царства из цикла Илии и Елисея мы читаем о том, что дух, который был на Илие, он потом почил на Елисея и даже намного больше этого духа Господня было, этой силы Господней. И сказал Господь Иисусу, говоря, прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Иордана. И Иисус приказал священникам и сказал, выйдите из Иордана. То есть священники все это время стояли на дне реки Иордан вместе с ковчегом Завета. И когда священники, несшие ковчег Завета Господня, вышли из Иордана, то лишь только стопы ног их вступили на сушу, вода Иордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих. А в то время река Иордан, особенно весной, а это была весна, время жатвы пшеницы, Иордан чрезвычайно разливался. И даже по утверждению историков, не всякий всадник верхом на коне отваживался форсировать эту реку. И вот чудесным образом река остановилась в своем течении. И чудесным же образом ее течение было продолжено по Слову Господню. «И вышел народ из Иордана в десятый день первого месяца и поставил стан в Галгале на восточной стороне Иерихона». Сам топоним Галгал означает круг. Камни в этой местности были положены концентрическим образом, представляя из себя круг. И вот все это было на восточной стороне Иерихона, то есть на восток от города Иерихон можно сказать между Иорданом и этим великим городом Иерихон. Этим центром цивилизационным, очень важным и для археологов, центром натуфийской, как говорят археологи, культуры. И считается, что Иерихон по одной из теорий археологических самый древний город на нашей земле. «И двенадцать камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгале и сказал сынам Израилевым, когда спросят в последующее время сыны ваши, отцов своих, что значат эти камни, скажите сынам вашим». Здесь сыны – это и внуки, и правнуки, и праправнуки, обозначены общим словом «сыны». «Израиль перешел через Иордан сей, по суше». Вот что надо сказать. «Ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал с черным морем, которое иссушил пред нами, доколе мы не перешли его». Здесь Иисус Новин вспоминает события, непосредственным участником которого он был. Юноша, которого звали Гошея, Осия, впоследствии названный Иисусом Новином, он вместе с Моисеем, своим учителем, переходил Иордан. Иисусеев и служитель Божий непосредственно пережил это событие, переход Иордана, самое важное, самое чудесное событие Исхода. Немногие из народа, он, Колеб, были свидетелями этого события. И вот здесь он свидетельствует, что таким же образом чудесно были иссушены воды Иордана, как когда-то Господь иссушил воды Чермного или Красного моря. «Дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни». Итак, эти камни, камни свидетельства в Галгале, они должны быть немыми свидетелями силы Божьей, Его могущества и власти для всех народов, не только для Израиля. Это мемориал, это память о великих и дивных делах Господних. Свидетельствует об этом нам текст книги Иисуса Новина. К сожалению, археологическое свидетельство мы не имеем, этого свидетельства, и то, о чем писал профессор Лесницкий, является лишь достоянием церковной, точнее, библейской истории, но сами эти камни, немые свидетели, чудо, они, к сожалению, неизвестны, где сейчас находятся, наверное, где-то они пребывают, может быть, вместе, может быть, раздельно, но археологическая наука об этом умалчивает. У нас с вами есть текст, будем, дорогие друзья, заниматься археологией текста и продолжать читать и изучать книгу Иисуса Новина в рамках библейского портала экзегет.ру. Субтитры создавал DimaTorzok